здравствуйте дорогие мои подписчики сегодняшним начатим высказывание эдуарда шармазанова эдуард шармазанов член исполнительного органа республиканской партии армении прокомментировал заявление премьера министра никола пашиняна о необходимости размещения международной наблюдательной миссии на границе когда вы заявляете о намерении дислоцировать международную наблюдательную миссию на армян азербайджанской границе спрашивали ли мнение ирана и россии работайте с ними или просто сказали что-то между делом на ходу ясно что происходит иран был не был против размещения российских миротворцев в регионе после войны запад молчал но внутренне внутренне был против украинской кризис еще больше обострел противоречий россии нато из вытаживающий госзапад уже открыто выступает против российского военного присутствия в нашем регионе в ответ на это они с помощью франции говорят о международной миссии поэтому николбус вызывается в париж и начинает интенсивно циркулировать этот тезис но озвучивая такого заявления со стороны никола без учета мнений ирана и российской федерации говорит не о суверенитете а о том что он не владеет ситуацией нельзя вмешиваться в конфликт крупных игроков причем исключительно в статусе мяча и при этом ожидать решение в пользу государства написал он на своей странице фейсбук более того действительно здесь есть крупные игроки то есть заявление шармазанова в этом он прав крупные игроки это в основном они их интерес только в том чтобы через зангезур прошел коридор и ситуация здесь стабилизировалась то есть в этом интересе есть у россии у турции у стран средней азии китая израиля берега британии но здесь иран противоречит российским интересам то есть иран всегда говорит что есть красная линия так далее поэтому здесь иран не согласен и согласен и сша в зангезурском коридоре то есть если говорить четко и не согласен и индийская страна почему они не согласны дело в том что иран хочет чтобы все коммуникационные пути прошли через него то есть альтернативы не хочет поэтому говорит о красных линиях дело в том что азербайджан согласился с ними провести альтернативную дорогу но они до сих пор говорят о красной линии это означает что иран против того чтобы была альтернатива и хочет чтобы именно с его стороны все прошло но если здесь одно но россии это невыгодно невыгодно и государством средней азии здесь можно сказать что ситуация такова что действительно здесь есть крупные игроки и армении здесь как мяч то есть в статусе мяча как говорит эдуард шармазанов поэтому надо урегулировать процесс подписать мирный договор сказать что карабах это азербайджан они говорят что мы готовы к мирным процессе но оставим за борт карабах карабах это неотлеемую часть азербайджана и как мы видим ситуация такого что армении армении хочет то есть правительство армении хочет здесь выиграть время думает о том как в будущем сделать ситуацию таковым чтобы стать еще лучше противостоять азербайджану как мы видим они покупают оружие и так далее это означает что армении пока играет в двойную игру и как говорит эдуард шармазанов двойная игра с более крупными игроками обернуться обернется армении самой очень плачевно и о суверенитете говорит уже будет бесполезно спасибо всем за внимание и удачи всем